Павел сказал, «Моя плоть борется с Духом. Грехи, которые я не хочу делать, постоянно воюют с моим Духом. Они сражаются. Я срываю себя, липкие колючки греха каждый день. Я отвергаю свое прежнее «я» и обновляю мой ум благодаря изучению Божьего Слова». Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Откройте 4 главу Ефесянам. Если у вас есть Библия, то крикните мне. Апостол Павел убеждает вас не давать место дьяволу. Закройте дверь сердца перед дьяволом. Не открывайте ее перед ним. Не позволяйте ничего грязному проникнуть в разум и в семью. Итак, нам нужно овладать искусством борьбы с сатаною. У меня есть вопрос. Позволяете ли вы людям, событиям, мнениям, слухам, греху и обидам вдохновить и входить в свою душу. Когда мы открываем дверь врагу, то это плохо. Пол, я не завишу от греха. Я посмотрел только один порнофильм. Я позволяю себе заигрывать с девушками иногда. Иногда. Дьяволу нужен только маленький плацдарм. Плацдарм — это пространство, на котором подготавливается и развертывается военная операция. Когда человек взбирается на утес, то ему требуется точка опоры, чтобы забраться и занять место. Враг нуждается в лазейке. Где ему будет безопасно и откуда он продвинется дальше? Павел говорит церкви, «Сатана охотится на вас». Спасение не гарантирует то, что враг не будет нападать на вас. Дьявол ищет любую лазейку, трещину и открытую дверь. Главная мысль проповеди находится в 4 главе. «Я нахожусь в тюрьме ради Господа и умоляю тех, кто призван Богом, жить достойно вашего призвания. Я ученик Христа, и Бог призвал меня к святой жизни». Вера — это не только воскресное служение. Наши гимны и наше исповедание. Вера в Бога — это наш образ жизни. Бог призвал нас жить так, чтобы Ему было приятно жить достойно нашего призвания. Дальше Павел пишет нам. Смиряйтесь. Мир ненавидит смирение. Будьте скромны и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Это образ жизни. Апостол Павел не пишет инструкции по спасению. 4 глава не посвящена спасению. «Мы спасены по благодати и по вере в Иисуса, а не добрыми делами. Мы не способны заработать спасение». Послушайте. Добрые дела и святая жизнь не спасают нас. Святая жизнь — это результат того, что вы приняли дар спасения. Бог спас меня по благодати и по вере в Иисуса. Поэтому у меня есть сила Святого Духа по благодати Бога. Я живу в смирении, и я способен проявлять терпение и доброту благодаря любви Отца. И так я изменяюсь. Я не проповедую модификацию поведения, но напоминая силе Духа. Я учу всех о том, как жить и воздавать славу Богу. Также эта проповедь является приглашением жить в полноте жизни. Грех всегда обещает нам попробовать вкусить и начать делать что-то. Он определяет нам, как жить дальше. Кто из вас совершал грехи прежде? Вы не подняли руку, но призыв к покаянию будет скоро. Итак, нам придется покаяться за ложь и обману этой сцены, чтобы вы чувствовали после того, как согрешили. Вам не было хорошо после этого. Вы чувствовали опустошение. Вы верили, что когда вы согрешили, то вам удастся избавиться от стресса и почувствовать себя хорошо. Вы ощущали простоту, что ведет вас к счастью. Это жизнь, когда ты живешь достойной жизнью, которую Бог дал тебе. Запри дверь ума и не пускай дьяволу в свою судьбу. Третий стих. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Не давайте места дьяволу и закройте дверь для противника. Не давайте лазейку дьяволу и живи жизнью, которой призвал тебя Бог. Я посвятил проповедь тому, как нам вернуть себе духовную власть над сатаной в нашей жизни. Я устал слушать о случаях, когда пасторы, духовные лидеры уходят из жизни из-за духа депрессии и самоубийства. Мы не поколение проигравших. Мы не жертвы депрессии. Мы победили благодаря Господу Иисусу Христу. У нас есть две собаки. Раньше мы держали собак в туалете, когда на улице шел дождь. На церковной сцене нет дверей, поэтому я подойду вон к тем дверям. Я выпускал собак на улицу, а потом запирал ее на ключ. Дело в том, что собаки приносили грязь домой. Мне приходилось выходить из дома в дождь и мыть лапы всем своим собакам. В противном случае они оставляли следы. Если дверь оставалась приоткрытой, то собаки просовывали нос в щель, потом лапу, а потом открывали дверь и вбегали. Пожалуйста, помогите мне. Скажите, стук в дверь. Встаньте здесь, пожалуйста. Вы знаете, я замечаю, как в нашем доме, время от времени ломается дверной звонок. Поэтому людям приходится стучать. Стук в дверь говорит о том, что сатана приходит, пытаясь испугать и стараясь внушить нам мысли о самоубийстве. Постучите. Сатана говорит, впусти меня. Мы думаем, я не открыл дверь полностью. Посмотрю порно немного. Пол — это всего лишь сайт. Это всего лишь флирт. Дьявол поставил ногу в проем. Он поставил ногу. Поставьте ногу. Да, вы видите ее? Это все, что нужно дьяволу. Закройте эту дверь. Закройте ее. Потом сатана входит в дом человека. Поаплодируйте ему. Это сильный христианин. Откройте дверь Богу и закройте ее перед дьяволом. В 4 главе Ефесянам Павел учит нас искусству войны с дьяволом. Итак, узнайте, кто стоит за дверью. Узнайте, кто за дверью. Во входной двери есть маленький глазок. Я надеюсь, у всех есть дверной глазок. Это классно. Ведь ты видишь того, кто за дверью. Сатана маскируется, чтобы убедить нас впустить его. Дьявол — это обманщик и отец лжи. Он применяет все свои уловки, чтобы открыть ему дверь. Это нормально. Все люди борются с этим. Христиане, не считайте грех нормальным и хорошим. Не думайте, что депрессия, с которой вы сражаетесь, останется с вами на всю жизнь. Она будет со мной всегда. Если что-то не так, то не живи в этом состоянии всегда. Жизнь очень коротка, поэтому не живи, тревожась, размышляя о самоубийстве и завися от греха и порока. Друзья, жизнь очень коротка. Узнай, кто стучит в дверь. У Исаии есть пророчество об этом. Горе тем, кто называет зло добрым и добро злом. Горе разбойникам, которые стучатся в двери и представляются разносчиками пиццы. Наш враг у двери. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь во всей полноте. Горе тем, кто горькое почитают сладким и сладкое горьким, ибо они сгниют. Когда мы перестанем называть грех грехом и привыкаем к нему, то мы начинаем увидать, вот так мы теряем жизнь, которая течет к нам от Отца, Сына и Святого Духа. Настоящая жизнь течет от Бога, от Святого Духа. Апостол Павел говорит в послании Эфесянам, глава 4 стих 17 о том, как враг проникает к нам в душу. Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа. Перестаньте жить как язычники, чьи мысли пусты и суетны. Все начинается с мысли. Если ты думаешь, что ты будешь рабом греха до конца жизни, потому что твой дедушка или папа жили в грехе, то у тебя есть шанс положить конец этому. Могущество и Евангелие нашего Господа Иисуса Христа разрушают наследуемые проклятия и выметают их из нашей жизни с вами жизни. Тут написано так, их сознание помрачено. Каковы мысли человека, таковы его дела. Мы привыкли говорить, и не чувствуем упреков Бога, как раньше. Ты увидел непристойное фото, потом ты начинаешь искать связь с женщиной, которая не принадлежит тебе. Ты принимаешь таблетки пачками. Теперь марихуана не удовлетворяет тебя, и ты переходишь на героин. Ты хочешь получить удовольствие, но грех не удовлетворит желание сердца. Он не сделает тебя довольным. Героин не сделает тебя счастливым. внебрачная связь не даст тебе счастья. В конце концов, ты почувствуешь духовную пустоту после этого греха. Бог принимает нас с открытым сердцем. Приди к Нему, приди к Богу и в церковь, даже если ты грешишь, и Господь изменит тебя. Прочтите 17 стих. Сердце этих людей очерствело. они не чувствуют грех и не слышат голос Святого Духа. Не обвинение, а обличение. Если ты спасся по благодати и вере в Иисуса, то Бог упрекает нас, воздействуя на совесть. Нет, это неплохо. Я не должен радоваться таким мыслям и думать о том, как я лишу жизни человека, которого ненавижу. Ты понимаешь волю Господа. Когда ты перестанешь следовать воле Иисуса Христа, грех приходит в твою жизнь. Нам необходимо различать, кто стучится в дверь. Не открывайте дьяволу. Я верю в святость Бога, но мне сложно верить в то, что я могу быть святым. Я не являюсь святым сам по себе. И Евангелие состоит в том, что Господь делает меня святым. Это Господь делает меня святым. Во-вторых, очистите сердце от греха. Избавьтесь от вашего греха. Вот что Павел говорит нам в Ефесянам. Итак, апостол Павел говорит нам в 20 стихе. Но вы не так узнали о пути жизни. Не удовлетворяй свои семинутные желания. Если я хочу чего-то, то это не значит, что это мне надо удовлетворить. Иисус Христос не учил нас этому. Итак, вы услышали о Господе Иисусе Христе, и научились в Нем согласно истине, которая сокрыта в Господе Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставляли прежний образ жизни. Очищайте сердца от греха. Проблема в том, что мы равняемся на других людей. Я подражаю моим богатым соседям. Я подражаю телезвездам. Я подражаю комикам. Вам нужны верующие друзья, и вам не нужно подражать телезвездам. Ваш ориентир это Иисус, а не президент США и не члены нашего правительства. Это не популярный проповедник, подражая Иисусу Христу. Никто не сравнится с Ним. Перестань грешить. Я проповедую, но вы почти не реагируете, очищаясь сердце от греха. Святой Павел пишет Ефесянам. Оставьте прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых неизменных желаний, как овладеть искусством духовного боя с дьяволом. Избавляйтесь от своих прежних желаний. Мы спасены. Старое прошло, и теперь все новое во Христе Иисусе. Изменяйся каждый день. Я люблю играть со своими сыновьями, и мы гуляем в лесу. Время от времени клещи пристают к нашей одежде. Мы видим клещей. Они очень маленькие, они незаметные, они любят прятаться в местах, куда мы обычно не смотрим. Клещ забирается на нас и прицепляется к коже. Что делает клещ? Он дарит нам бактерии. Кожа опухает и краснеет. Это доставляет неудобства. Избавься от клеща. Вытащи его из кожи. Смотри, христиане живут в мире. Мы спаслись, но мы не избавились от наших грехов. Мы живем в плоти. Павел говорит, моя плоть воюет с духом. Мне приходится вытаскивать этих клещей греха каждый день. Я избавляюсь от дурных желаний. Отложите ветхое я и обновите свой ум через изучение Божьего слова. Молись и посещай церковь. Не пренебрегай церковью и ходи сюда каждую неделю. Живи для Господа. Возможно, ты зависишь от греха, но эта тяга к греху потеряет силу спора. Ходи в церковь и читай Библию постоянно и думай о том, каким видит тебя Бог. И тогда мало-помалу грех уйдет из твоей жизни и крепость разрушится. Начни жить по духу. Начни это. Павел говорит. Обновитесь духом своего разумения. Все начинается здесь. Я должен думать по-другому. Пол, я думаю, что мои лучшие дни остались позади. Не думай так, потому что мысли становятся делами. Не оставляй надежду. Люди живут в разочаровании. Они отчаялись и они унывают. Бог против таких мыслей. Мы не поколение побежденных. Обновляй ум. Наши еженедельные исповедания это не пустое сотрясение воздуха. Я верю, что люди смотрят нас. Они стоят у моста, держат пистолет или хотят принять таблетки. Им нужно это важное слово. Господь Иисус не оставил и не покинул вас. Он не оставил вашего мужа, вашу жену и не оставил вашего сына и вашу дочь. Послушайте, лучшие дни ждут вас впереди. Слезь с моста и иди домой. Вернись к жене. Бог Бог любит тебя. И у него есть план. У него есть план для нас всех. Он прощает тебя. Он обновит тебя. Он исправит твои ошибки. Измени свое отношение. Оденьтесь в новую природу, в духа. Оденьтесь в природу, отражающую характер Бога. Истину, праведность и святость. Бог это наш стандарт. Слово Святой пугает нас. Мы поем гимн «Святой, святой, всемогущий и праведный». Я верю в святость Бога, но мне сложно верить в то, что я могу быть святым. Я не являюсь святым сам по себе. И Евангелие состоит в том, что Господь делает меня святым. Это Господь делает тебя святым. Слово Святой означает отделенный. «Когда ты спасся, Господь Бог отделил тебя. Бог Отец сказал тебе, «Я оправдываю тебя». Ты праведность Бога во Христе Иисусе. Ты не заработал свое спасение, свое оправдание и свою праведность. Ты получил эти дары. Бог направляет нас в этом. Не касайся вещей, для которых ты жил. Не возвращайся к старой жизни. Оставьте ненависть, жестокость, злость, расизм, предрассудки, гордость и зависть и жадность. Не возвращайтесь к ним. Станьте новым. Ты создан по Богу и праведности в святости. Бог призвал нас к святости, ведь Он святой. Мне нужен пианист. Оденься в праведность Господа Иисуса Христа. Павел пишет об этом в 25 стихе. Пусть каждый из вас оставит ложь. Оставьте ложь. Перестаньте обманывать. Прекратите врать. Прекратите врать, пожалуйста. Не обманывайте других. Многие лгут друг другу, обманывают. Когда ты обманываешь других, ты обманываешь себя. Бог видит это и говорит нам, «Приятель, сними эту страшную маску с себя». Мы обманываем, хотя знаем, что мы должны покаяться. Мы боимся выйти на сцену, потому что боимся мнения людей и делаем вид, что все в порядке. Иисус Христос просит вас, стань честным. Церковь, давайте станем честными. Давайте станем честными по отношению к Богу. и к ближнему. Ты изгоняешь дьявола, говоря правду. Когда между супругами царит искренность и нет лжи, то у дьявола нет власти и возможности навредить вам. Когда между вами единство, то вы берете власть над вашим несогласием. Мы будем искренними по отношению друг к другу. Пусть каждый из вас говорит правду. Если твой ближний идет как брылу, но ты не предупредил его об этом, то ты плохой ближний. Ты не сторож брату. Мистер Роджерс, станьте моим ближним. Настоящий ближний сказал бы так, стой, зал, станьте моим ближним. Спасибо. Итак, рядом с вами живет человек, который попал в рабство к греху. Он грубит жене, и у него есть пистолет. Он злится и ссорится со своей женой. Вы знаете, что у него с ней плохие взаимоотношения. Вы не хотите обижать их и говорить им правду. Это мой друг или сын. И не скажу ему правду. Если вы действительно любите этого человека, то скажите ему с любовью. Друг, я люблю тебя. Перестань вести себя так. Не поступай так. Брат, вернись к истине. Бог даст тебе победу. Не поддавайся желанию ударить свою жену. Остановись. У Бога есть лучший путь. Стань честным. Потом в 26 стихе апостол Павел говорит, не грешите в гневе. Не грешите тогда, когда ты в гневе. Кто из вас гневался в этом месяце? А в прошлом году? И так из вас все подняли руки. У меня есть хорошая новость. Гнев поднимается в вас, но давайте не выплескивать его на людей. Если вы не гневались давно, то посидите с детьми. Я люблю моих детей. Они благословения, но они испытывают мое терпение. Иногда меня подмывает взорваться. дьявол стучит в дверь. Пришло время заорать на детей. Он искушает пасторов. Он искушает всех. Вы злитесь на человека и считаете, что вы просто хороший человек. Вы думаете, мне нужно отдохнуть и отдалиться от супруги. Многие из нас позволили этому греху прийти в свою семью. Вы впустили обиду к себе. Теперь обида поселилась в спальне и спит между тобой и твоей женой. Я не хочу спать с женой. И поэтому я живу в гостиничном номере. Сатана пытается совратить божьих детей. Он входит в дверную щель и уводит тебя от истины и уводит людей из церкви. В итоге мы уходим из церкви, потому что мы разозлились на кого-то и поссорились. Выстави врага за дверь и запри ее. Сейчас сатана пытается проникнуть в нашу душу через щели, в окнах и в дверях нашей жизни. Закрой дверь и скажи нет. Это не для меня. Не огорчайте Святого Духа. Избавьтесь от всякой горечи в душе, от гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. Святой Дух дал вам силу любить любовью Бога. В третьей главе Ефесяна мы видим секрет силы жизни. Я молюсь о том, чтобы Бог наполнил вас силой духа. Познайте всю глубину любви Бога. Эта сила дает нам возможность жить по воле Господа. Так я освобождаюсь от греха во мне. Святой апостол Павел пишет в 32 стихе проявляйте сострадание, проявляйте сострадание, прощайте друг и Бог во Христе простит вас. Я молюсь о том, чтобы это послание бросило вам вызов и воодушевило вас измениться. Освойте искусство войны с дьяволом и не уступайте этой хитрой личности ни сантиметра. Каждый день мы сталкиваемся с искушениями поддаться собственной плоти. Наш хитрый враг искушает нас, предлагая нам приоткрыть дверь для него и греха. Это может быть плохое отношение к ближнему, обида или зависть к успеху других людей. Возможно, вы злитесь на окружающих и не контролируете свой гнев и злость. Суть моей проповеди в том, чтобы мы были способны контролировать наши эмоции и у нас есть сила дать отпор дьяволу. Мир склоняет нас к тому, чтобы мы имели право поддаться собственным эмоциям. Эта проповедь напомнила нам о том, что у вас есть власть закрыть дверь перед дьяволом и открыть ее для Иисуса и для его любви. Помолитесь со мной и скажите, Иисус, я открываю свое сердце, чтобы принять тебя. Стань моим Богом и Спасителем. Я открываю сердце для любви, для твоей радости и мира, для свободы. Я открываю дверь сердца. Аминь. Аминь. Если вы молились сейчас, то я хочу сказать, что вы молодец, вы встали на путь жизни с Богом. Найдите церковь и начните ходить в нее. Свяжитесь с нами. Зайдите на наш сайт и оставьте просьбу или свидетельство. Скажите о том, что Бог открыл вам. Итак, мы ждем вашего отклика на нашем сайте. Помните о том, что ваши лучшие дни ждут вас впереди. Субтитры